Приветищи! Это Хаус Флиппер и ты уже наверное узнал по нашему офигенно оранжевенькому сарайчику, который мы в прошлый раз делали и что-то тут не доделали. Смотри, у нас тут еще лесенка стоит, надо все это дело продать, хотя нет, пусть стоит, а вот банк продадим. В общем, мы здесь отсутствовали с тобой приличное время, смотри как все заросло, трава, 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 трава поросла, нужно это все дело выдрать, иначе все это тут зарастет в огроменный кусман и будет у нас здесь не участок, а джунгли. Поэтому мы это все дело сейчас с тобой убираем, вот эту травушку непонятную, что это за трава вообще, это по-моему крапива. Ты посмотри какие они выше меня, прям офигеть, за месяц вымахали. О, новая очка у мини, точно у нас же тут новые таланты появились. Садовник. Итак, навыки быстрый, оборудована и смысл садовника. Быстрый, это означает быстрая посадка, оборудована, большая газонокосилка 2009, газонокосилка. И смысл садовника, высокую траву видно на миникарте. Хочу газонокосилку, берем газонокосилку. Ну кстати да, ты посмотри какая здесь трава такая неухоженная, газонокосилка мне бы здесь пригодилась. Но сперва нужно убрать все кусты. Хотя может я все это дело газонокосилкой могу срубить, давай достанем. Садовые ножницы почему-то это все дело здесь называется, ну ладно. Вау, какая мощная штука. Так, ууу, круто, смотри как трава стрижется. Офигеть, а кусты? Кусты, кусты тоже срезать? О, то что нужно. Все понеслась душа в рай. Сейчас мы это все отстрижем, подстрижем, будет красивенько. Надо было сразу достать, а то я что-то вручную начал это все вырывать. Прямо по-дедовски, знаешь. Ну, кстати, хорошо, что у нас электрогазонокосилка. Они, они как по старинке, что это косой косить? Мы можем подстригать траву в несколько уровней. То есть мы можем выстричь полностью траву. Вот как сейчас вот здесь вот поляночка, да? Либо можем задать другой уровень. Например, сейчас я вот так вот поверхностно состригу, чтобы тебе понятно было. Вот, вот так вот, вот так вот примерно. Вот, видишь, чуть-чуть торчит. Сейчас я побольше участок сделаю такой травы. Вот, вот, состриг. Вот, видишь, сравни. То есть вот участок подстрижен, и вот участок подстрижен. Чувствуешь разницу, да? Но вот это, конечно, это ни о чем. Лучше полностью все под ноль скосить. О, докосились до нового очка умений. Посмотрим, что мы можем прокачать. Давай, наверное, прокачаем быстрый. Посадка быстрее на 80%. Ух, ты посмотри, какая красота. Наконец-то мы привели свой участок в первичный вид, каким он был. Ну, теперь я могу с полной уверенностью сказать, что я садовник. Я обучился ремеслу, и теперь могу посадовничать у кого-нибудь у другого в огороде. Или в саду, или на поляне. Я даже не знаю, на поляне к медведю приду и запилю ему там кустики с цветочками. Так, значит, давай посмотрим, какие задания у нас появились. О, мое первое письмо по садоводчеству. Офигеть. Я, конечно, думал, что тут будет огромный список, но... Ладно. Начнем с малого. Немного гравия и пару кусков мяса. Я хотел прочитать, но здесь написано кустов. Значит, читаем, что у нас здесь. У меня дома приватный стоматологический кабинет. Я могу справиться с дырками в зубах, но с дырками в земле и кустами не очень. Хорошо, я выезжаю. Посадка растений разблокирована. О чудо, теперь мы можем работать лопатой. С этого момента ландшафтный дизайн стал доступен. Растения можно найти в закладке «Сад в магазин». Хорошо. Так. А это что такое? Ты разблокировал садовый шланг. О, поливать еще можно будет. Офигеть. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. С помощью садового шланга ты можешь поливать цветы. Офигенно. Вот здесь. Вот здесь нужно посадить кустарник. Но прежде нужно рассыпать гравий. И убрать сорняки. Где сорняки? Вот это цветочки, что ли? Это же одуван. Одуванчик молодой. Желтенький такой. Подожди, а почему? Где газонокосилка? Почему мне ручками надо это все вырывать? Господи. Я только что все газонокосилкой там пилел у себя. Видимо, от дома забыл. Ладно. Вырываем, короче, ромашки. Одуванчики. Все, это я сделал. Идем теперь в магазин и покупаем гравий. Гравий одноцветный. Вот так вот он выглядит. Можно выбрать размер гравия. То есть вот поменьше, а вот совсем мелкий. Нет, мы, наверное, побольше возьмем. Ну и цвет. Цвет мы, наверное, возьмем. Давай сделаем красный, потом сделаем желтый и потом белый. Разноцветные у нас будут участочки. Что ж, засыпаем, значит, вот здесь. Вот так вот сыпем. Ух ты ж, нифига себе, какой гравий-то большой. Очень большой. Надо было все-таки поменьше сделать. Ладно. На следующем участке поменьше сделаем. Рассыпаем, значит, гравий аккуратненько. Ничего не должно вылезти из-за границы этой зеленой фигни. Траву всю прижимаем. Кстати, траву здесь можно было, в принципе, не косить. Хотя я хотел своей газонокосилочкой. Все равно я ее прикрыл гравием. Вот. Замечательно. Просто чудо. Теперь нам нужно посадить растение кустарник хвойный. Тоже идем в магазин. Ого, ты посмотри, сколько их здесь. Хвойный, низкий. Ну, я не знаю. Давай мы влепим, наверное, самый дорогой. Сколько здесь? Вот я за три косаря видел. Давай за три косаря и влепим. Она ж не уточнила, какой конкретно. Ставим. Все. 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 Огонь. Надо только по центру его поставить. Вот так. Все, он стоит по центру. Теперь нам нужно его посадить. Что ж, приступим. Ой, какая грязная лопата. Словно я и навоз копал. Выкопаем ямочку. Опа. Поглубже. А сколько я копать-то могу вообще? Вот. Все. Вроде прекратил. Я уже думал, я сейчас нару выкопаю в нарнию. Значит, теперь вставляем и присыпаем все это дело ручками. Конечно же, ручками. Потому что у меня у нищеброда нет лопаточки для засыпания. И теперь это нужно все из пистолетика водяного пострелять водичкой. Вот так вот. О, смотри, как хвойный кус сразу преобразился. Зелененьким стал. Был таким темно-зеленым, а теперь светло-зеленый. Красочный. Офигеть. А может я на мыку устроюсь? Тачку помою? Вот так вот. Вам тачку хозяек помыть не надо. А может дом замочить? Утопить? Ладно, все, хватит баловать. У меня тут все-таки серьезная работа. Так, нам нужно вот на этом участке что сделать? Убрать сорняки, рассыпать гравий и кустарный хуй. Короче, то же самое нам надо здесь сделать. Приступаем к работе. Блин, я думал, вот это выдрать надо. А это не выдирается. Это уже растения какие-то. Вот всякие вот такие вот одуваны. Надо отодрать. Точнее, выдрать. Теперь гравий. Мы договорились, что гравий у нас будет везде разный. Давай на этом участке мы поставим вот такой вот размер гравия. И он тут будет желтый. Покупаем. Рассыпаем. Ну, кстати, смотри, да. Значительно меньше. Значительно меньше он. Этот гравий желтый, чем красный. Такой звук приятный. Знаешь, такое ощущение, что это АСМР. Или как они там говорят? СМР. Ну, ты понял, да? Шептуны эти, пердуны. Вот, рассыпали. Здесь мы посадим вот такую вот усатую какую-то фигню. Похоже, реально, на чьи-то усы, которые посадили в горшок. Значит, по центру. Достаем нашу крутую лопату. И выкапываем. Да, конечно, лопату мне бы получше купить не помешало. Все, яма выкопана достаточно. Сажаем дерево. И ручками пересыпаем. Как в детсаде. Все, поливаем. О, преобразилось наше хвойное растение. Чудесно! Перфектно! Значит, у нас есть еще два участка. Вот этот вот. И вот этот вот. Что здесь? Здесь, в принципе, то же самое. Вообще, все то же самое. Давай, я сейчас побыстренькому это все дело сделаю. Ну, вот, собственно, и все. Засадили здесь полностью все участки. Кстати, посмотри на гравий. Здесь она попросила сделать двухцветный. Такое ощущение, что вот взяли вот этот вот гравий. И накидали сюда шелуху от семечек. Просто вот эти вот кожурки от семечек. Они тут валяются. Вон их куча просто. Сейчас голуби сюда налетят с воробушками и все склют. В общем, к чему я? Смотрится это не очень. Вот, к чему я иду. Блин, а вот эта терраска здесь классненькая. Я бы здесь посидел, так поддыхал бы. А в дом можно зайти? Позыркать, что там у нее? Не, в дом нельзя, прикинь, закрыто. Вот блинский. А может, рукой надо? Не, не могу зайти. Только сад, только сад. О, окно могу зато открыть. У нее все закрыто. Блин, капец. Не пройти, не пробраться. Ладно, на этом здесь у меня все закончено. Я посадил красивые растения. Ну, как красивые. Вот это дерево мне больше всего понравилось. Оно такое огромное, здоровенное. Найсим, все. Все, заказ выполнен на 100%, и получу я за него 142 тысячи рублей. Это шикарно. Знаешь чего? Пойдем-ка сходим к моему домику. Как же дела там? Дом после наводнения. Вот он, наш домик после наводнения. Ну, здесь, ты видишь, все убрано, все красиво. Кстати, этот домик, я думаю, продать. Чего-нибудь новенького захотелось. Очень прям новенького. Ну, помнишь, да, вот эту квартирку? Не понял, а что со стенками? Какого лешего? Я же их тогда загипсовал. Говорит, загипсуй их. У меня что, по всей квартире так, что ли? Да нет, вроде. А здесь что есть, просто можно. Вот это что это за срань такая? Погоди, а снаружи? Ну, снаружи тут вроде все более-менее, да? Вот полоска какая-то, это я, наверное, экспериментировал, да, тогда? В общем, надо продавать эту квартиру, точнее дом, потому что тут творятся какие-то непонятные штуки. Давай продавать дом. Выставить дом на аукцион, отправить сад на конкурс. Нет, на конкурс я не буду отправлять, потому что сада так такового у меня здесь нет. Я здесь ничего не сажал, хотя я это сделаю на другом участке, где будет у меня шикарнейший дом. Кстати, если бы я участвовал в садовом конкурсе, возможно, дом этот стоил бы намного дороже. Ладно, давай поучаствуем, пофиг. Ой, смотри, какие здесь конкурсы. Американский, огород, английский, модерн. Ой, нет. Стоимость участия 793 рубля. Мне еще за это бабки надо заплатить. Не-не-не, я лучше так продам дом, через аукцион, спасибо. Значит, аукцион начался. Есть большая спальня, приятно. Мне нравится, что здесь есть только одна спальня. Конечно, одна спальня, это хорошо, но лучше было бы две. Опять Данил Трухин предложил мне лучшую цену. Он уже второй раз у меня квартиру покупает. Ладно, Данилка, давай-ка мы с ним поторгуемся. Скажем ему, давай-ка ты накинешь нам еще 500 тысяч рублей, несмотря на то, что тебя там... Давай посмотрим, что там его не устраивает. Только одна спальня идеальна, только одна ванна, это хорошо. Мне нужна отдельная комната для офиса, здесь нет места для документов и книг. Короче, два негативного, я думаю, что мы можем у него выторговать 500 тысяч рублей, да, примерно. Ну что, давай договоримся, Данилыч. Никогда в жизни даже ты что, оборзешь что ли? Твою ж налево, Данилка. Ах, черт, подери. Слишком зарядил ценник, да? Надо было 200 выставлять тысяч. Ладно, чё, принимаю предложение. Дом твой, Данилыч. Чё, пойдем посмотрим, появились ли у меня новые заказы. Потому что очень хочется что-нибудь поделать еще. Егор Донов, надо убрать кусты. Опять? Да, добрый день. У меня проблемы. Я пробовал убрать сорняки. Протестировал, к счастью, локально средства от сорняков. И очень успешно. Хочу, что я сделал это только в одном месте. Жаль, что в ворот растения полностью выдохлись. И выглядит жалко. О, ты рукожоп, лучше бы сразу меня позвал. Я бы тебе все там намутил, красиво сделал. В общем, поехали, выезжаем. Скорая садовничья помощь едет к тебе. Теперь у тебя есть газонокосилка. Поздравляем, ты разблокировал новый инструмент. Спасибо, конечно, но я уже ей попользовался. Капитан очевидности, блин. Так, что у нас здесь? О, нифига себе. Нифига себе. Что нам где здесь нужно сделать? Так, в общем, вот этот вот участок. Ну да, растения здесь, смотри, какие прям вот. Может их просто водичкой полить? А, нет у меня водички, нету. Я только продать это все дело могу. А, даже не продать, а удалить. Ладно, убираем это все дело. Вот так вот. Таким макаром. Доздаем, доздаем. Доздаем. Достаем нашу газонокосилочку. И все это дело здесь срезаем. Здесь готово, но у нас есть еще другой участок. Ух ты, нифига себе, смотри, как здесь классно. Да, трава тут, конечно, у него поросла конкретненько. Такое ощущение, что он вообще не умеет пользоваться газонокосилкой. Ладно, что, мне же больше денег достанется. Интересно, что будет, если я с газонокосилкой зайду в воду? Ну-ка, ты прикинь, я по воде могу ходить. Я сын божий, что ли? Блин, да ну нафиг я по воде хожу. Да ладно вам, я думал я искупаться смогу. Ну блин. Ну, вроде бы все, траву мы подстригли. Теперь нам нужно вот этот участок закрыть газоном. И вот этот вот тоже. Для этого нам придет на помощь рулон с газоном. Газон в рулоне. Отлично, купить. Не, маловато будет, нам побольше надо. Вот такой вот, я думаю, у меня хватит. Ого, вот это должно нормально быть. Значит, как бы нам его постелить теперь грамотно? Давай отсюда попробуем. Что-то как-то кривоватенько, да, я поставил его. Ну блин. Сейчас мы его попробуем переместить. Вот так вот. Во. Что ж, давай попробуем постелить. Делаю это впервые. Так что, если чё, не ругать меня. Покатили, покатили мы рулончик с тобой. Есть. Отрезать все это дело. Ну, в принципе, и относительно ровненько, слушай, получилось. Теперь нужно вот этот вот еще участок укатать. Для этого нам понадобится малый рулон. Ой, не, это слишком малый. Обычный рулон, мне кажется. Да, вот обычный нам подойдет. Вот так-то. Хорошо получилось. Вот этот маленький кусочек, правда, остался. Ну что ж поделать, это излишки моего непрофессионализма. Все, здесь мы закончили, наконец-то. Теперь начинаем работать здесь. Блин, рукожопный рулонист травы. Кладем здесь. Ну да, нужно немножечко брать с запасом. Класть прямо на плиточку и потом раскатывать траву. Тогда будет нормально. Вот как здесь. Значит, кладем сюда. Использовать. Укатываем. Обрезаем. Все. Все по финчую. Единственное, вот тут торчит как-то все это странно. Ну ладно. Последний штрих. Нужно укатать теперь это все вот здесь. Берем маленький рулончик. Нет, совсем маленький нам этот. Очень большой. Вот такой вот маленький рулончик. И стелим его вот здесь. Вот так. Все. Трава постелена. Все задания здесь выполнены. Дверки закрываем. И валим отсюда. За всю траву мне дают 71 тысяч рублей. Кстати, а пойдем посмотрим, появились ли новые дома, которые я могу купить. Браузер. Ага. Ты посмотри, какие здесь дома. Прям с садом таким заброшенным появились. Ну как с заброшенным. Здесь реально мусорка. Здесь вон тоже хламя, куча. В общем, работы навалом. А вот это что за значки радиоактивные? Это, наверное, дом с бункером, что ли? Ну да, здесь написано гараж с бункером. Ооо. Сад после постройки дома. Офигеть. Круто, 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 круто. Но это все будет в следующей серии. А сегодня я хочу попасть в дом с секретом. Вот он, этот дом с секретом. Под прошлой серией просто куча комментариев о том, что в этом доме действительно сокрыто сокровище. И мне стало чертовски любопытно, что же за секрет скрывает этот дом. Давай его купим. Внимание, в окрестности поселился крот. Вот тишина. Купил дом и сразу с кротами. Используйте лопату, чтобы избавиться от кротовин. Но имей в виду, злой крот будет делать новый, пока ты его не найдешь. Удачи. Вот так-то. Битва с кротами у нас здесь на участке. Купил, называется, дом с секретом. Вот тебе секрет. Здесь кроты водятся. Да. Пойдем зайдем внутрь. Попробуем найти, где же здесь секрет. Есть ли он вообще. Или это просто, знаешь, маркетинговый ход. Типа, купи дом с кротом. Эй, весело. Где бы здесь могла... О, нифига себе. Спальня вся такая... Кто-то здесь разлил коктейльчики. Я думаю, я думаю, что здесь, может быть, где-то есть потайная стенка, которую, если я снесу, я там что-то найду. Но не факт. Ну так вот, на первый взгляд, я здесь ничего абсолютно необычного не вижу. А это что за дверь куда? Это кладовка, что ли? О, подвальчик. Пойдем в подвальчик. Капец здесь бомжатня. Есть здесь кто? Смотри-ка. Да что ж, такой пролезть не могу. Ладно, надо убрать. Смотри-ка, действительно. Потайная стенка? Вот она. Если я снесу вот это все дело, то там будет что-то скрыто. Где мой молот? Молоточек. Давай размажим эту стенку просто в прах. Тайная комната Гарри Поттера найдена. О, нифига себе. Ты посмотри. А, чешуеть можно. Какая здесь дорогая мебель и картина. Жесть. Вот это реально клад. Вот это тайничок. Вот это секретка. Здесь, наверное, кроты живут, да? Где здесь нора? Какая-то крутая нора. Я нашел ее. Хе-хе-хе. Весело. И сколько все это дело стоит? Ну-ка, давай посмотрим. 55 тысяч кресла. Комод 6 тысяч. Ну, это не очень. А картина? Это, кстати, картина очень известна. Эта картина нарисована Ван Гогом. И называется она Звездное небо. Можешь загуглить в интернете, посмотреть, как это все дело выглядит. Хотя, что гуглить, если она вот у тебя перед глазами? Она точно такая же и в оригинале. Сколько она стоит здесь, интересно? Ну-ка. Твою ж налево. 3 миллиона рублей она стоит. Офигеть. Вот это тайник, да? В настоящей жизни оригинал этой картины, конечно же, стоит намного-намного дороже. Но и в игре меня это удивило. Ладно, что, продаем ее. Нормальненько так наварились. Считай, дом этот отбили. Вот это тоже все продаем. Офигеть. Что ж, на этой замечательной трехмиллионной ноте мы с тобой заканчиваем. Если тебе понравилось садовническое обновление Flipper House, то с тебя подписочкой, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего видео. А также оставляй свой крутой комментос и не забывай про лайкос. Ну а на этом все. Тебе спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok